Ну что, поехали? Поехали. Хорошо. Анна Борисовна, расскажите, пожалуйста, как вы узнали об РХГ? В РХГ видели сначала объявление в газете, в какой-то из обычных газет, новостных. И поскольку институт Академии находится в центре, то легко было зайти, проверить и посмотреть. В принципе, то, что здесь рассказали, цена за обучение, условия поступления, условия обучения, в принципе, все очень понравилось. В том числе, что экзаменов нет для второго высшего, это всегда очень приятно. И как-то так второй раз зашла, еще раз что-то такого разведать, и записалась. Тут же прошло собеседование, и все. Все очень быстро. Значит, фактически просто так вот все сложилось одновременно? Прошло все же, да. А вот до этого вы искали какие-то иные учебные заведения, где могли бы получить то образование, к которому вы стремились? На самом деле, я просто знала, что можно получить это образование в Герцена, отчасти в Институте культуры. Ну, естественно, первое, что всегда возникло вопрос, это про большой университет. Ну, там на восточном факультете такие цены, что просто не поступится. А поскольку второе высшее, потом поступать на дневное уже не получится, на бесплатное. И восточный институт. Вот тоже немножко странное заведение, не очень непонятное, с странными отзывами. Поэтому, в принципе, РХГ очень-то, кстати, оказался. А вот каков ваш научный интерес? В настоящее время? Да. В настоящее время отечественная история, 18 век. То обучение, то образование, которое вы получили в РХГ, оно оказалось соответствовать тем ожиданиям, которые вы имели перед поступлением? Ну, РХГ, на самом деле, в чем-то даже больше. В чем-то, что произошло, потому что говорили, что здесь очень серьезная гуманитарная база, но ректор об этом говорил на собеседовании. Но оказалось, что действительно гуманитарная база здесь очень мощная. То есть, если человек не хочет осознательно, если человек не просто в школу, а вот куда, чтобы только в армию не идти, то, в принципе, он получает очень мощные знания по истории отечественной и зарубежной, по философии. То есть, преподается как профильный предмет по литературе, также отечественной и зарубежной. То есть, в принципе, это намного больше, чем дается в обычном ВУЗе. И, в принципе, по крайней мере, они считают, зависит от специализации, что он там дает на специальности, но очень общее гуманитарное образование, общую эрудицию, он здесь получается человеком. Выходит хорошо образованным человеком, который может где-то с чем-то даже блеснуть в салонах. Когда вы заканчивали это образование, какова была тема вашего диплома? Тема диплома была «Школа Инь-Иньян» в Японии, в Средневековой Японии. Немножко странно, да, отечественная история и диплом в школе Инь-Иньян. Ну, после окончания Горького Града появилась ли мысль об аспирантуре сразу, или все-таки это прошло какое-то время? Мысль появилась сразу, потом исчезла, потом появилась снова. Так получилось, что мне предлагали поступить в аспирантуру в Институт Восточных Родописей на Набережной. Но так получилось, что там единственный только был специалист японист, и у меня с ними сложились отношения здесь. И, собственно, не было выбора туда идти, уже не было никакой возможности. А здесь не было, и сейчас, собственно, нет аспирантуры для восточников. То есть, либо идти на чистую культурологию, чтобы меня никогда не привлекало, при наличии хороших профессоров, либо выбирать что-то другое. Ну, и так, собственно, получилось, что пошла на отечественную историю. Интерес достаточно давний к отечественной истории. Если бы была и панистика, то пошла бы на и панистику. Это из вариантов. Ну, получается, что этот выбор, он получился где-то и параллельный, но вовсе не какой-то обратный, он же вам не может посредиться нормально. В принципе, историческое отправление со мной продолжается. А в чем будет Ваша кандидатская? Кандидатская будет роль Анастасия Ганна Берона в дипломатических отношениях России. И когда Вы сейчас рассчитаны? У нас 2012-й, а, вероятно, 2014-й год. На следующий момент в аспирантуре, кроме Вас, сколько коллег, тех, которые могут интересоваться, схожи с Вашей темой, скажем, историей, там, или восточной? Очень. Историков нету я одна, восточников тоже нету, потому что из наших ребят никто не пошел, хотели идти в магистратуру, но жизнь потом повернула по-другому. Ну, что, ну, тоже, естественно, культурологию, потому что у Востока нет. Ну, такой еще вопрос. Всегда волнуют те, кто поступает в высшие учебные заведения, особенно в гуманитарные учебные заведения, по окончанию института, академии, вот, или аспирантуры, где человек может применить те знания, которые он здесь получил? Ну, с этим, конечно, все это проблемы, с японским языком в особенности, но, в принципе, там, где я работаю сейчас, я работаю в Государственном Музее в отделе переводов, у меня была возможность применить уже японский язык даже в процессе обучения. Мы делали выставку, это было очень кстати, что нас нашлись в отделе люди, которые смогли переводить с японского, достаточно профессионально организовать эту выставку. У меня была такая возможность. Ну, в принципе, каждый везет у себя как может. Сейчас, поскольку у нас открылось уже множество заводов, человек, который хочет и может постоянно работать, и очень напряженно время, может себе это найти. Или преподавание, потому что, так как тоже сейчас японский язык очень популярен, есть школы, где преподают японский язык, и там требуется преподавателем. Ну, соответственно, у них заклада немножко другая, не только вы не даете. Ну, и на улице. Понятно, спасибо. А вот что Вы могли бы посоветовать выпускникам сейчас школ, которые вот стоят и раздумывают, в какое учебное заведение пойти? Вот могли бы Вы как-то охватилизовать РХГА, если у них возникнет такой вопрос? РХГА, прежде всего, очень хорошая, очень дружелюбная атмосфера, это сразу замечается. Здесь нет какой-то палочной дисциплины, может быть, улучшись, по-моему, чуть-чуть была, но все очень зависит от настроя человека. Если человек настроен учиться, он здесь получит то, что хочет. Что действительно здесь крепкие кафедры, чисто научные, факультет богословия, религиоведения, есть очень неплохая финская кафедра, очень неплохая роман германской филологии. Вам нужно действительно учиться. Если человек просто ищет место, где приткнуться, то РХГА ему не поможет, потому что палочной дисциплины здесь нет. И это, конечно, очень сильно расслабляет, во-первых, у всех садов. Хорошо, спасибо и успехов Вам в раздельных учениях.